Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость молился за ребенка, который был мертв, внимание, один год. И ребенок ожил. Вы не поверите, что там произошло. Смотрите и увидите сами. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Да, вы все правильно услышали. Ребенок, который был мертв целый год, вернулся к жизни. Так о чем же вы говорите? Давайте послушаем. Это было удивительно. Это произошло несколько лет назад, кажется, в 2012 году. И было это невероятно. Мы поехали в миссионерскую поездку в Ганну. По вечерам мы проводили собрание, а днем посещали деревню. Однажды утром я проснулся и с первых же минут почувствовал огонь в моем теле. Тогда я отправился к нашей команде и сказал, «Сегодня мы отправимся в деревню и будем искать самого больного человека. Просто самого». Я взял с собой несколько пасторов из Ганны, и вот мы поехали. А это была огромная церковь, да? Да, просто большая. Я попросил пастора отвезти меня в самую закрытую местность. Мы все были готовы действовать. Мы прибыли туда в полдень. Все мусульмане готовились к своей молитве и песнопениям. В Евангелии от Иоанна 5 главе Иисус говорит, «Я делаю только то, что делает мой отец». И очень часто я говорю Богу, «Отец, что ты здесь делаешь? Я хочу понять, где ты сейчас находишься, и пойти прямо туда». И боковым зрением я увидел женщину, лежащую на лавке. Также я увидел Иисуса, который склонился над ней и обнимал ее за туловищем. Я сказал пасторам, «Я не знаю, что происходит, но там Иисус, и нам тоже нужно туда». Это было удивительно. Мы подошли и просили ее подняться. Она поднялась. На ней было фиолетовое платье, а еще она была очень беременна, верная последний триместр. Через переводчика я рассказал ей о своем видении, она не знала Господа. Не знаю, была ли она мусульманка или нет, а потом мы спросили, хотела ли она, чтобы Господь сделал для нее нечто. Она сказала, что ребенок, который в ней, мертв уже целый год. Шаманы провели какую-то церемонию и буквально прокляли ее утробу, чтобы она больше никогда не открывалась. Она сказала, что это величайшая боль и печаль ее жизни. Я сказал, что мы за нее помолимся. Если честно, я планировал просто снять проклятие. Я не думал о воскрешении. Я лишь хотел проклясть то, что сделал дьявол. И вот мы помолились за нее. Я разрушил проклятие. Ее живот был твердым, как камень. И когда я сказал, я разрушаю проклятие и провозглашаю жизнь в ее утробе прямо сейчас, во имя Иисуса, вдруг живот начал двигаться. Тогда она начала прыгать, и это было просто невероятным. Ребенок же был мертв. Кстати, должен признаться вам, что я разговаривал об этом случае с доктором, и он сказал, что это крайне необычно, но все же возможно. А вы в курсе, она потом родила того ребенка или нет, что произошло с той женщиной? Поведайте нам, пожалуйста, об этом. Ведь это необычный случай. Да, когда я приехал домой... Кстати, мы привели ее к Господу. Пасторы привели ее в церковь и стали с ней работать. И где-то через два месяца после того, как я приехал домой, я получил письмо от одного из пасторов о том, что вскоре она родила здорового мальчика. Это было чудо от Бога. В 16 лет у вас был первый контакт с тем, что вы называете, и с тем, что Библия называет Божиим огнем. Да, никто в моей семье не был спасен. Я не вырос в церкви, и каким-то образом меня пригласили в церковь. Как-то мы с другом принимали наркотики, и я начал отключаться у него на диване. А его мама подошла ко мне и сказала, «Ты знаешь, кто такой Иисус?» Нет, я понятия не имел. Я искал, кто бы подвез меня в парк аттракционов, а она сказала, что подвезет меня, если я пойду с ней в церковь. В тот день в церковь я услышал историю члена банды, а она продолжала повторять, что это сделал Иисус. Она дала мне Библию, которую я даже не открыл. Я вернулся домой и увидел, как мама валяется пьяной в гостиной. Я зашел на кухню, положил перед собой Библию и начал думать, «Он действительно реален?» «Он и правда спас того члена банды?» Если он реален, то я хочу знать об этом. Я никогда не читал Библию, но в тот день я положил руку на Библию, посмотрел вверх и сказал, «Иисус, если ты реален, откройся мне». И в тот же момент я увидел шаровую молнию. Она ударила меня прямо сюда. Я упал на пол и начал кричать от силы. Я чувствовал себя таким опустошенным. А почему вы вообще кричали? Я чувствовал, что меня накрыло нечто. Я такого никогда не ощущал. Я ничего не мог поделать, лишь кричал от силы огня, которая пронзала мое сердце. Я начал плакать и повторять, «Иисус, ты реален!» «Иисус, ты реален!» Я понял, что Он реален. До этого я сказал, «Если ты реален, то всю оставшуюся жизнь я буду рассказывать людям о тебе. Покажи мне, что ты реален». Я не хочу жить на этой земле, если это не так. Вы учите и демонстрируете огонь Божий. Вы были крещены в воде и в огне, в духе и в огне. Так что же такое огонь Божий? И какие у него есть преимущества? Когда я спас эту, начал читать ту Библию, что у меня была. И сразу же в Евангелии от Матфея я увидел воду, дух и огонь. Меня заинтересовало, что же такое огонь. Я был крещен в воде, я был спасен, но я хотел огня в моей жизни. И когда я начал читать, то понял, что мы не должны жить без Него. Мы, христиане, и Дух Святой должен быть с нами каждый день. И давать нам силы быть родителями, детьми, работниками, чтобы Его огонь горел в нас повсюду. Бог поднял во мне эту жажду, и я решил, что не буду жить без этого огня Божьего. Я хотел иметь все. Как говорила Кэтрин Кульман, зачем соглашаться на стакан воды, если перед нами целый океан. А вы помните? Мне нужен целый океан. Я хочу все. А чего люди лишаются, если они не действуют в огне Божьем? В этого огня множество преимуществ, в жизни множество трудностей. Недавно известный баскетболист погиб в вертолетной аварии. Сказали, что у пилота была какая-то особенная дезориентация. То есть с вами что-то происходит, и вы перестаете понимать, где вверх, где низ, где право, где лево. Вере, если вы не подключены к источнику, то в жизненных ситуациях мы будем духовно дезориентированы, и не будем понимать, где вверх. Я считаю, что способность различать — это самое важное, что нам нужно в жизни. В 2015 году вы будете в восторге от этой истории. Огонь Божий сошел на его церковь и на него самого. Итак, как это было? Я даже написал об этом книгу. Это было заснеженным февральским вечером 2015 года. К нам должен был приехать гость, но посреди прославления он прислал сообщение. «Это та же церковь, в которой вы сейчас?» О, да. Расскажите эту историю, только кратко. Это историческое здание в Коннектикутсе. Это одна из первых церквей, появившихся в Америке в 18 веке. Но это еще не все. Джонатан Эдвардс, Джордж Уитфилд, Дэвид Брайнерд, величайшие проповедники Америки, проповедовали в этом здании. Их называют проповедниками Великого Пробуждения, а у него здание, в котором они проповедовали. «Хорошо, так что же произошло в тот вечер?» Приезд гостя отменялся. Я мог бы сам проповедовать, но я почувствовал другое присутствие и понимал, что будет что-то особенное. Я начал молиться и готовиться к тому, что Господь хотел делать. В передней части церкви, в правом углу, находится Баптистерий. И прямо за ним я вдруг увидел Иисуса, а из Баптистерия выходит огонь. И отец сказал мне, «Я снова разжигаю огонь пробуждения, и мои люди будут, как языки пламени. Они разойдутся по улицам и начнут пробуждение последнего времени». А еще он сказал, «Он не угаснет. Мой огонь будет гореть на улицах». В тот вечер было много чудес. Мы знали, что это был Бог. У алтаря было множество людей. Звучало... Звучало пророческое поклонение. Я буквально заполз в свой кабинет. И пока я был там, в своем кабинете, хвала все еще продолжалась. И вдруг я краем уха слышу какой-то взрыв, буквально бум. Настоящий взрыв. О да, мы испугались. Ашеры побежали к двери, чтобы посмотреть, что произошло, а там... Ничего. Но что же это было? Мы смотрим по сторонам и пытаемся понять, что это было. Затем мы стараемся успокоиться и вернуться к поклонению. Кто-то стучит в мой кабинет. Я открываю, а там женщина из церкви. Пастор на улицах огонь. Я ответил, «Да», и в этот раз он не угаснет. Она говорит, «Нет, на улице действительно огонь». Это уже не видение, а реальность. Мы побежали на улицу, а там, под землей, недавно от нашей церкви взорвался трансформатор. А в тот год я получал от Бога слово «трансформация». Каждый год я получаю по слову. И когда этот трансформатор взорвался, он сорвал крышки с люков вокруг нашей церкви. Также сорвутся крышки и с людей. Я в этом уверен. И из люков ввалил огонь. Но только вокруг нашей церкви. Больше нигде его не было. Огонь из всех люков вокруг нашей церкви. Это было знамение от Бога, подтверждающее ваше призвание. Вы сказали то, что я еще никогда не слышал. Я думал, если очень сильно жаждешь Бога, то это привлекает его огонь. А вы сказали, «Да, это так, но, может быть, и наоборот». Он сказал, «Если на вас сходит огонь Божий, то вы становитесь жаждущим и каетесь перед Богом». Так мне тоже очень нравится. В любом порядке. Еще бы. Аллилуйя. У вас было видение о распространяющейся славе. Она распространялась по земле. Расскажите, пожалуйста, о нем. Чувствую, что мы уже входим в это время. Однажды утром я молился и размышлял, и почувствовал славу. Я увидел волну, волну цунами, которая накрывала США с востока на запад. Название этой волны – слава. Господь сказал мне, что мы входим в эру, когда эта волна накроет нас. Никто не сможет приписать это себе. Это будет делать только Бог, только Его сила. В этой волне я видел ежедневные чудеса и исцеление, воскресение из мертвых, вхождение в предназначение. Но в то же самое время я видел падение человеческих структур. Я видел падение правительства, полагающихся на людей. Внутри волны я видел здание. И Господь сказал, что этот день будет великий и ужасный. Это будет величайшее Божие движение в истории. Но для тех, кто этого не хочет и не ждет, это выглядит как суд. Эта волна будет исцелять, но еще она будет исправлять. Я верю, что она уже близко. И для нас, которые ждут ее, это будет великое время. Я вам обещаю, нас ждут величайшие дни церкви. Мы живем во время пробуждения. Запомните это. Вы думаете, история с мертвым ребенком — это все? Сейчас вы еще больше удивитесь. Я спросил вас, между прочим, потому что вы сами никогда не упоминали об этом. Я спросил вас, Джеймс, а вы когда-нибудь переносились в духе? И вы ответили на это? Да. Так вот теперь расскажите об этом только вкратце. Я был новообращенным верующим. Я молился и узнал, что Индию накрыл цунами. Много людей погибло и пострадало. Я стоял на коленях у моей кровати, молился и плакал. Плакал, молился на языках, и вдруг я покинул свое тело. Это был ни сон, ни видение. Я буквально оказался там. Я видел волны, людей, зовущих на помощь, людей в воде, держащихся за деревья. Это было слишком. Но Господь сказал, позаботься о тех, кто перед тобой. Я помог девочке, потом ее маме, вернее, там была целая семья, которая сидела на скале, и им нужно было перебраться на другой выступ. Там был человек с рваной раной на шее. Я возложил руки, и шея исцелилась. Я активно участвовал во всем этом. Где-то около часа я помогал людям, и вдруг я покинул то место снова. Я собирался помочь еще кому-то, и вдруг я исчез оттуда. Я снова оказался дома, у своей кровати, только мои руки были все в крови. На мне были раны и порезы от того случая. И это было просто невероятно. То есть у вас были красноречивые доказательства того, что это не было плодом вашего воображения. После небольшого перерыва Джеймс будет молиться, если, конечно, вам это интересно, за Божий огонь. Скажите, а вы готовы к огнем? Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Джеймс, вы сказали, что Бог сказал вам я. Цитерю. Я не хочу, чтобы ко мне применяли фильтры. Что это значит? Значит, я был в Нидерландах и служил большому числу людей. И когда я проповедовал, я увидел видение. На стене я увидел Иисуса, но это было странно, потому что Он был на кресте. Я проповедую и не могу понять, что происходит. Поэтому я остановился, люди смотрят на меня, а я смотрю на стену, видение возвращается, и я вижу, как люди подходят к Иисусу и снова привязывают Его ноги, снова прибивают Его руки. Кто-то заткнул Ему рот носком, а потом заклеил рот скотчем и завязал глаза. Затем все они выстроились вокруг Него и начали говорить, «Мы хотим Слово от Тебя, мы хотим Твоего прикосновения». И Господь сказал, «Это не будет, пока они не уберут ограничения, которые сами возложили на Меня. Я хочу, чтобы Меня воспринимали без фильтров». Мы не можем сдерживать Его нашей теологией. Мы не можем ограничивать Его нашими человеческими верованиями. Иисус говорит, «Я хочу, чтобы вы увидели Меня таким, какой Я есть». Между нами ничего не должно быть. Я хочу быть святым и суверенным. Мы должны идти на Его условия, а не Он на наши. В вашей жизни была критическая ситуация. Ваш сын умер от гриппа. Да. Но пришел Огонь Божий. Расскажите о нем. Я так благодарен Богу за это. Это было в январе 2013 года. Моему сыну было всего несколько недель, и он подхватил грипп. Мы живем недалеко от Ельского университета, и жена забрала его туда. У меня на той неделе была конференция. Я был занят конференцией, гостями, а жена мне пишет, «Он не ест, он теряет вес, врачи переживают». Так было в четверг и в пятницу. В субботу утром жена позвонила вся в слезах и сказала, «Доктора говорят, что он не выживет. Приезжай прямо сейчас, пожалуйста». В тот момент со мной что-то произошло. Во мне поднялась какая-то смелость. Мужество — это, когда вы действуете, несмотря на страх. А смелость — это, когда страха нет вообще. Чем ближе я подъезжал к Елю, тем больше я молился на языках. «Господь, ты не можешь помочь всем тем людям на конференции и не исцелить моего сына». И когда я приехал в Ель, что-то щелкнуло, и Господь сказал, «Он будет исцелен». Я вошел в больничную палату, и меня остановили. Мне сказали, что нужно надеть защитную одежду. Я сказал, что не буду этого делать. «Выйдите из палаты. Я сам позабочусь о моем сыне. Он в инкубаторе, вы не можете к нему прикасаться». Они хотели меня переодеть, но я отказался. Они были так рассержены, что сказали, что я должен подписать какую-то форму. Я подписал и попросил их выйти из палаты. Жена сидела там с подругой. Выглядели они ужасно. Они провели там три дня. Я сказал, «Вставайте, хватит». Я был так зол. Я смотрел на сына со всеми теми трубками и сказал, «С меня хватит». Я включил песню из нашего Крусейда со словами «Ты творишь великие чудеса». И атмосфера в палате стала такой, как на Крусейде. Я стал ждать Бога. Я знал, что что-то вот-вот произойдет. Вскоре я почувствовал тот же огонь, какой я чувствовал в машине. Но в этот раз я увидел, как он буквально выходит из моего тела. Я подошел к сыну и стал молиться. Я сказал во имя Иисуса, «Я проклинаю дух смерти и призываю жизнь в тебя, Айзек, прямо сейчас». Как только я сказал это, я увидел черную змею вокруг его шеи. Что-то отрубило той змее голову, и она исчезла. Это было просто невероятно. Доктор сказал мне, что сожалеет о нашей будущей утрате, но я сказал, что этого не будет, потому что Иисус вмешается. Я открыл инкубатор, достал сына и попросил врачей отсоединить его от всех трубок, потому что он уже исцелен. Отдайте его матери. Пусть она его покормит, потому что он исцелен. Так я и сказал. Что им оставалось делать еще? Медсестра сказала, ну, хорошо. Он поел, а через два дня он полностью был здоровым и уже был дома. Потом департамент здравоохранения сообщил, что в том году было рекордное число смертей от того гриппа. Что будет, если в вашем доме живут дети, которые в бунте? Жена или муж, которые в бунте? Или близкие люди в бунте? И на ваш дом сойдет вдруг огонь Божий. Скажу вам, никто не устоит перед этим Божьим огнем. Поэтому, Джеймс, я хочу, чтобы вы посмотрели в камеру и коротко помолились с теми, кто хочет принять Иисуса. А затем, после этого, помолитесь о Божьем огне. Давайте. Я не знаю, как вы, но я хочу иметь больше этого огня. Еще больше. А вы-то хотите? Протяните руки к экрану и повторяйте за мной. Дорогой Господь Иисус, я отдаю Тебе мою жизнь и мое сердце. Прости меня. Омой меня. Очисти меня. Я принимаю Тебя. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. А сейчас мы будем принимать огонь Божий. Протяните руки. Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе за этот огонь и за пробуждение последнего времени. Я высвобождаю его на всех, кто нас смотрит прямо сейчас. Я высвобождаю его в каждый дом, в каждую семью, в эту студию, в нашей жизни. Огонь во имя Господа Иисуса. Огонь еще больше Господь огня. Отец, спасибо Тебе за огонь последнего времени. Этот огонь вернет Твоих детей домой. Этот огонь спасет Ваши семьи. Этот огонь потрясет Вашу работу. В этом огне руководство, которое Вам нужно. Во имя Иисуса. Кто-то сейчас смотрит нас, и Господь говорит обновление ран. Я хочу, чтобы Вы забыли о ранах, которые Вам принесло Божие движения. Вы закрыли свои двери для Бога и для Иисуса. Пора его впустить. Отец, во имя Иисуса, мы высвобождаем этот огонь и снова принимаем Тебя. Люди могут подводить нас, а Ты никогда. Мы принимаем Тебя. Зажигай свой огонь внутри нас. У Бога есть прекрасный план для Вашей жизни. Перестаньте бежать от Него. Придите и примите этот огонь. От этого огня изменится вся Ваша семья. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я получил свободу от наркозависимости. Я посмотрел одну из Ваших программ, помолился и был исцелен. Я потратил миллионы долларов на кокаин, но затем был спасен. Теперь у меня есть служение. Моя жизнь повернулась на 180 градусов. Если Бог коснулся Вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость получил откровение с небес, которое сделает Вас злейшим врагом дьявола в эти последние времена. Приготовьтесь побеждать. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на шесть. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами».